Друзья, добрый день! Это телеканал Дом. И прямо сейчас мы обсудим тему, которая касается каждого из нас. Это, естественно, родители и школьники на карантине. Прямо сейчас к нам присоединяется медиаэксперт в вопросах образования. Это Дмитрий Ламза. Дмитрий, здравствуйте! Добрый день, студия! Вітаю вас, Украина! Скажите, пожалуйста, вот с какими главными проблемами сейчас столкнулись родители и, естественно, учителя на карантине, и как их удается решить? Найголовнейшая проблема – это, что наши родители тем временем стали учителями. Им очень сложно сейчас засвоить такую количество информации, которая выдаётся от учителей. И очень важная проблема – это то, что наше общество не умеет в правильном обществе использовать гаджеты и ИКТ-технологии. Потому что не все мы знаем, как их использовать. И в многих родителей нет нормального интернета, нет нормальных телефонов. Поэтому это основная проблема, которую мы сейчас столкнулись. А вот как сами дети реагируют на обучение онлайн? Что вам известно, возможно, от самих родителей и учителей? Ну, особенно говорю по своей школе. И то, что я общаюсь с Украиной, да, дети реагируют по-різному. Переважно это количество, которые радуют, им понравится, они счастливы, что вы на дистанционном обществе. Но единственная фраза – это мы хотим до школы, потому что так тяжело учиться. Мы хотим в школу, до родных детей, до одноклассников, до учителей, и чтобы мы работали вместе в едином околе. Ну и здесь, естественно, абсолютно логичен следующий вопрос. Как же тогда родителям удержать ребенка дома во время карантина? Как объяснить, что карантин, ну, во-первых, это временно, во-вторых, это не каникулы, и что нужно продолжать учиться? Дуже важно, чтобы родители не просто пытались объяснить, а своим примером показали, как это тогда, когда мы вместе учимся. Если мы увидим урок по телевизору, то мы должны родиной сесть и працювать вместе. Не просто сказать, иди, делай что хочешь, а вместе працювать, вместе учиться, спросить, как у тебя в школе, какие дела, что учитель сказал сегодня на уроке. То есть, интересоваться с детьми. И тогда дети будут давать это плюсом, и они будут идти на помощь от родителей. И тогда будет этот чудовый круг вокруг дитини – вчители, родители, родители, родители. От вас, как специалиста, хотелось бы узнать, услышать, возможно ли в нынешних условиях качественное обучение дома? И какие условия могут обеспечить сами родители для обучения своих детей? Я могу сказать, что, возможно, в таких условиях, возможно, спокойно учиться. Потому что интернет сейчас даёт возможность общаться безпрерывно. То есть, у меня в классе дети имеют расклад, где учитель на этот расклад выходит на урок, дитина заходит на этот урок и так же работают люди с читателем, который онлайн. Так, как мы сейчас с вами общаемся. То есть, это удобно, это интересно, это интересно. И детям это нравится, и дети это делают. А батькам сейчас важно дать возможность дитине користоваться теми гаджетами, которые есть дома. А не забирать, потому что дитине нужно играть в танчики или что-то другое. Понимаете? То есть, дать возможность дитине учиться и доступ к компьютеру. А как вот сохранить этот баланс между игрой и обучением? Для этого нужно для родины, как говорят, скласти свой родинный закон, где написано, что мама играет тогда, тато играет тогда, мама смотрит кулінарию тогда, а дитина занимается тогда. Тогда на семейном заседании решите, кто когда это делает. Но важно, чтобы мы не можем забывать, что и батькам сейчас тяжело, и дитям тяжело, и учителям тяжело. То мы должны один одного чувствовать и идти на одни хвиле. И я всегда говорю, будь какую домашнюю справу мы должны делать разом. Готуем больше разом, мы делаем это все разом родиной. У всех дней дома, у всех сейчас есть. Поэтому мы можем это делать спокойно. Ну, как я знаю, многие родители просто в восторге от того, что сейчас каждый день приходится активно учиться вместе с детьми. Вот здесь еще один важный вопрос. Будут ли проверяться знания детей после выхода из карантина? Ведь дистанционно крайне сложно понять, кто и как учится. Тут очень важно, мы не будем проверять знания их. Мы будем узагальнювать то, что они получили дистанционно. Потому что мы сейчас бачим, кто работает, кто працет, кто дисписывает, какие руки, кто работает. Но мы потом после выхода из карантина будем несколько недель узагальнювать, проверять, что у детей есть понимание ситуации. И за потребность делать ей какую-то помощь, только так мы сможем помогать дитине в такой непростой времени. Дмитрий, мы говорим вам огромное за то, что вы к нам присоединились и ответили на наши вопросы. Друзья, Дмитрий Ламза, медиаэксперт по вопросам образования, был нашим гостем на связи. Мы же говорим вам огромное спасибо. Оставайтесь телеканалом дома, оставайтесь дома и берегите себя. Дмитрий Ламза, медиаэксперт по вопросам образования,